Быть человеком Истинный дар Когда ты можешь чувствовать Осознавать себя Любить и ненавидеть Когда ты полон стремлений И в конце жизненного пути Тебя ждет смерть Но не сейчас Сейчас ты всего лишь оболочка Которую медленно покидают Остатки человечности Кто ты такой И зачем ты живешь Этого ты уже не помнишь Кажется, когда-то у тебя были близкие Возможно, семья Остатки памяти плавятся Словно воск Вся прежняя жизнь Все, к чему ты стремился И чем дорожил Все исчезло И смерть не станет для тебя спасением Ты проклят Вскоре от тебя уже ничего не останется Лишь бессмысленное существо А затем оно сгниет в веках И таких, как ты Огромное множество Всегда было И всегда будет Кто знает, сколько ты еще продержишься Но пока еще есть время Пока внутри тебя еще тлеет угли былого Ты можешь действовать По слухам, есть великое Давно павшее королевство В землях которого Можно найти лекарство от проклятия Откуда ты держишь путь, неважно Важно куда В Дранглейк Былую жемчужину Этого умирающего мира Ты не знаешь пути туда Но все же ты идешь Ведь тебе больше ничего не остается Последняя надежда на спасение Ведет тебя, как маяк И трудно даже представить Куда приведет тебя твой путь Проклятая нежить Слухи летят быстрее ветра Слухи о том, что от знака тьмы Можно избавиться Что в некогда великом королевстве Дранглейк Можно отыскать способ сделать это Не каждому дано сделать свою душу Достаточно сильной Чтобы, используя костяной костер Обратить спять свое опустошение И вновь обрести человеческий вид Есть и иное решение Человеческие фигурки Такое же временное, как и остальные В этих фигурках каждый видит себя Потому как, глядя на нее Живой мертвец Обращается к заковолкам своей памяти И возвращая оттуда Почти уже канувшую в бездну подробности Как ты выглядел Как тебя звали Зачем ты жил Это человеческий Слухи Берите ближе Кто думает Это не решение проблемы Нужен иной способ И нежить ищет этот способ Пребывая в эти земли Как и всегда Когда пламя угасает И проклятие нежити Приходит в мир Вместе с ним Приходит и надежда Некая путеводная звезда Которая укажет дорогу Однако, как и во все времена Она укажет путь Не к исцелению от проклятия В том виде В котором его понимают другие Грандиозный план Забытого бога Вернуть великие души в пламя И вожечь его Придав ему былую силу И отбросив мир во времена Когда до проклятия Было еще далеко Старый план Прошедший через сотни веков От цикла к циклу Он видоизменялся в мелочах Но суть всегда оставалась прежней Осталась и сейчас И те, кто пытались найти способ Избавиться от проклятия Поняли это По древнему преданию Донесшемуся из глубин веков Лишь истинный монарх Сможет воссечь на трон Эти слова Не о получении Браздов правления Истинный король Это тот, кто сумеет Победить носителей Великих душ В питав их могущество Чтобы затем Принять свой трон В горниле первого пламени Принеся себя в жертву Ради спасения мира У этих земель Тоже когда-то был свой король Но он пропал И пламя так и осталось гаснуть А мир биться При смертной агонии Как же давно это было Трудно сказать Все это не важно Мелочи Государственные интриги Древние легенды У нежити, идущие в эти земли Есть лишь одна цель Избавиться от проклятия И обрести, наконец, покой Ей пока еще не ведомо Что все это связано Друг с другом И иного пути нет Междумире Необычное название Для необычного места Место, которое вряд ли Можно найти хоть на одной карте Когда пламя гаснет Расположение И время перестают Иметь значение Спустя множество Циклов вожжения Мир поврежден Настолько, что К моменту своего распада Целые локации Проваливаются в никуда Выпадая из привычного Времени и пространства Дранглейк давно пал И на его месте Остались лишь Безжизненные руины Однако время относительно Междумирье способны Открыть дорогу туда Где Дранглейк Все еще остается На прежнем месте Разрушенный войной Опустошенный проклятием Но все же существующий Невероятное явление Для обычного мира И обыденность для этого И так уж случилось Что путь Одного из бесконечно Множества проклятых Пролегал именно Через это место Хранительница огня Извечный атрибут Умирающего мира Такое же наследие Былового Как и костры За которыми Они присматривают С тех пор Многое изменилось Быть хранительницей Стало почетным занятием Однако Даже их век Не бесконечен Здесь Вне пространства И времени В маленьком домике Они доживают Свои годы Под присмотром Прислуги Они укажут Путь вперед В Дранглейк И предостерегут Путника Это очень важные слова О которых все вскоре забудут Забудет их и новый герой Держащий путь Через Междумирье В Маджулу Некогда Маджула Была оживленным И богатым местом Перекрестком торговых путей Одной из жемчужин Дранглейка Но это было до того Как королевство Обратилось в руины Долгие годы Кровопролитной войны С гигантами Сказались и на ней Возможно даже больше Чем последовавшее Проклятие нежити Сейчас Маджула Представляет из себя Несколько домиков Заброшенных И полуразрушенных На краю поселения Стоит монумент В честь погибших В войне с гигантами Написи на обелиске Давно стерлись И прочесть их Уже практически невозможно Удивительно маленькая Деревня для той На которой сходятся Все пути королевства Возможно Крестные земли Были куда шире И величественный монумент Такой важный Для Маджулы Находился Посередине Большого поселения Но в итоге Земля брушилась И ушла в воду Оставив от города Лишь огрызок Самым крупным строением Оставшейся части Маджулы Стало поместье Наполненное огромным Множеством различных книг И других серьезных артефактов Которые могли себе позволить Только очень богатые владельцы Что еще раз Говорило о былом величии Этого места В подвале Можно обнаружить Подробную карту Дранглейка Но самое главное Что здесь можно найти Это осколки Великой чаши Которая некогда Стала вместилищем Великих душ Собранных избранной нежитью А также позволила Ей перемещаться Между кострами Впрочем Та ли это чаша На самом деле Вероятно Таких чаш было множество Ведь это лишь сосуды Не более того Когда они разрушаются Им на замену Приходят новые Плангвины продолжают работать А это значит Что душам Всегда будут нужны Подобные чаши Или же Были нужны Ритуал вожжения пламени С каждым циклом Сомершествовался Последователями этой идеи Вероятно Создание трона желаний Сделало такие чаши Бесполезными Именно поэтому В них больше нет Нужны для перемещения Между кострами Каждый из них Связан друг с другом Даже когда погаснет Через время и пространство Чаша была лишь ключом Необходимость в котором Была отброшена Теперь это лишь осколки Былой цивилизации Не более того Именно в Маджуле Коротает свои дни Изумрудный Вестник Хранительница огня Ставшая наставником Для ищущих избавления От проклятия В землях Дрэнглейка Она одна из тех немногих Кто окажет поддержку нежити И в то же время Она окажет совсем иную цель Некогда король победил Четырех великих Заполучив могущество Их душ Но когда пришло время Сделать последний шаг Он пропал Теперь же задача Изумрудного Вестника Найти ему замену Которая встанет на его место А для этого проклятым Необходимо попасть В замок Дрэнглейк Его дверь откроется Не каждому Лишь исполненный могущество Сможет войти туда И потерянный нежить Ничего более не остается Кроме как и типа Указанному ей пути Протоптанному тысячами Таких же как он Тех кто не справился В каждом цикле Великие души Перерождаются И находят новых хозяев И хотя не только Душа определяет носителя Но и носитель душу Как это было с Ситом И четырьмя королями Все же в них остается Только былой мощи Изначального хозяина Вендрик победил Четверых владевших Такими душами Четверых великих Значит души должны были Слиться воедино В душе самого Вендрика Откуда же тогда На этих землях Взяться новым носителем Великих душ На этот вопрос Нет внятного ответа Возможно в былые времена Великие души Расскалывались Так же как Гвин Когда-то расколол свою В итоге они собирались Воедино Но переродившись Обретали иной оттенок Могущества Всего было найдено Три божественных души Душа света Жизни и смерти Спустя время Душа света Условно говоря Отдала так же Душу знаний И душу алчности И даже когда Три поста Слились воедино Каждый осколок Обрел свои способности И позже Нашел хозяев Отдельно от души света Чтобы не крылось За всем этим Правду в одном Четверо великих Все еще существует В этом мире И задача носителя Проклятия Сразить их Сразить, чтобы Стать новым королем Каким не стал Вендрик Стать избранным Из остатков Манжула Дорога ведет к старому лесу Лес упавших гигантов Форт Пост Примыкавший к нему Был на границе с океаном Это первый важнейший рубеж Терять который было нельзя Пройдя гиганты дальше От Дранглейка Не осталось бы ничего По этой причине Почти сотню лет Кровопролитная война Шла на сравнительно Небольшой территории Именно там По слухам Неизвестным героем Был убит повелитель гигантов Восстановлено вторжение Но с тех пор Как в мир пришло Проклятие нежить И никто так и не сумел Сгладить следы разрушений Людям было не до этого Лес павших гигантов Называется так неспроста Множество их тел Лежат в том лесу Вместе с телами Защитников Дранглейка Однако у мира Гиганты будто бы Сами становятся деревьями Чьи семена Имеют необычные свойства Они будто бы Влияют на сопряжение Расслоенных миров Заставляя окружающих Относиться к враждебным фантомам Не как пришельцам Из альтернативной реальности А как жителям этого мира Возможно гиганты Как и драконы Играют для этого мира Куда более важную роль Чем можно себе представить Роль тех Кто живет за пределами Цикла огня тьмы Тех Для кого смерть Является лишь продолжением Круговорота жизни Вряд ли это действительно так Но все же В какой-то степени Это возможно Гиганты верили Что смерть Не конец жизни И любой умерший Все равно остается ее частью В точности как драконы Потомки которых Никогда не могут До конца исчезнуть С лица мира И если знать О существовании циклов Это не лишено смысла Но так или иначе Этот род гигантов Судя по всему Прервался именно На границах Дрэнглейка До сих пор По разрушенному войной Бастиону ходят Полые солдаты Некогда защищавшие Эти места Время от времени Так же встречаются И железные войны Творения старого короля Некогда помогавшие Защищаться От нашествия Из-за океана Место где когда-то Был сражен Предводитель гигантов Их последний король Сейчас охраняется Не только полыми солдатами Но и существом Намного более опасным Охотником на нежить Прозванным Многими преследователем Существом Непонятного происхождения Вероятнее всего Он был создан Старым железным королем Для охоты на полах Их уничтожение И возможно поимки И перемещение В рощу охотника На потеху Своему повелителю Это существо Представляет из себя Пустой доспех Оживленной силой Души могучего короля Почерпнувшего знания О создании подобных орудий Из останков королевств Алкин и Вен Обилие оружия охотника Указывает на то Что для него Практически нет Непосильных задач Даже сейчас Когда нет уже Ни старого короля Ни его империи Они продолжают Выполнять свою миссию Нападая на нежить И уничтожая ее Заставляя снова и снова Оживать у костров И терять по крупицам Человечность По слухам Таких существ Еще немало На просторах Разрушена у Дранглейка А значит Что носителю проклятия Еще не раз Придется встретиться С охотником Однако Он не единственный Опасный обитатель Этих мест В пещере под фортом Заточен последний гигант Тот самый Кого сразил Неизвестный герой Повелитель гигантов Вопреки всему Выжил Но был пленен здесь А возможно наоборот В этой пещере Он сумел найти Кратковременное убежище От преследовавших его людей Если так То долго прятаться Он бы не смог Но на руку Ему сыграло проклятие нежити Из-за которого Людям стало уже Не до гигантов С тех пор он заперт здесь Без возможности Выбраться наружу И при виде проклятого Он пробуждается В его действиях Буквально читается Лютая ненависть к нежити Будто бы та Лично его чем-то оскорбила Селец уничтожить Это мелкое существо Он готов рвать И метать Не останавливаясь ни перед чем Он готов даже Оторвать собственную руку Использовать ее В качестве оружия Только бы добраться До проклятого Но в итоге Этой неистовой ярости Окажется мало Королевский род гигантов Давно прервался А их цивилизация Почти полностью уничтожена Настало время Последнему из них Уйти в небытие И все же полностью Их цивилизация Не исчезнет с лица мира Там, на другом континенте И в подземельях Дранглейка Они продолжат свой род Раньше из крепости Отправлялись корабли В основном торговые Но когда нежить Заполонила мир Среди них часто стали появляться И тюремные судна Те, на которых увозили Полую нежить В забытую крепость Сейчас порт разрушен Погребен на дне океана Путь крепости закрыт Некоторые рассказывают Что сумели добраться туда При помощи гигантских птиц Этот мир полон безумных байк Добираться до крепости Придется другим путем Через Хейд Старая огненная башня Это маяк для идущих Через океан кораблей Одна из главных достопримечательностей Этого места Наряду с Лазурным собором Сейчас эти два строения Все, что осталось от Хейда Чем бы он ни был Королевством Или же величественным городом Все ушло под воду Не осталось ни единого здания Хоть как-то похожего на жилое Только лишь редкие островки Каменных мостиков Ведущих к башне и собору Некогда могучие рыцари Хейда Отныне потеряли свой дом Как и самих себя Опустошенно они бессмысленно Бродят по руинам Дранглейка и Хейда Слабо реагируя на редких приключенцев Когда появилось проклятие И люди начали терять человечность Умы захватили паника и отчаяние Братство Крови Ковенант наследников темных духов Ведомых некогда Каасом Поднял голову и начал охоту За несчастными Не имеющими возможность защищаться По слухам они обосновались В Великом Колизее Чистилище Нежити Где некогда старый Железный Король Пытал в несчастных полах Гаснущее пламя вновь превратило Линию времени в спираль Дав возможность людям Входить в чужие миры Разумеется, этим воспользовался И Ковенант Синих Стражей Еще до проклятия Они были теми, кто старался Помогать нуждающимся В некоторых странах Вроде Волгина Они были очень значимой силой Их поступки были вдохновлены Легендами о клинках Темной Луны Служивших забытому богу И каравших грешников Синим Стражам не удалось Найти останки Старого Ордена Но зато они стали Их прямыми идейными наследниками Даже сейчас, когда пламя угасает Как и некогда слуги Гвиндолина Синие Стражи теперь вторгаются В миры грешников И карают их, восстанавливая справедливость Тогда же возник И Орден Лазурного Пути Ковенант для лишенных надежд Отчаявшихся людей Кому не хватает мощи Тягаться жизненными невзгодами Неизвестно было ли создано Это объединение с нуля Или же оно также стало наследием Той, что не понаслышке Была знакома с методами Гвиндолина Той, что построила Лазурный Собор По образу того места Где я когда-то жила С подачи Братства Крови Лазурный Путь Прослыл в народе Орденом Слабаков Однако, увидев их добродетели Синие Стражи Взяли Ковенант под свою опеку И начали приходить на помощь тем Целостность чего мира была нарушена В знак благодарности Орден Лазурного Пути Сделал грандиозный Собор В Хейде И штаб-квартирой В которой каждый Синистраж Мог набраться силы И отточить боевые навыки Перед новым походом Ныне же на руину Хейда Лазурный Собор Представляет собой Странное зрелище Столь великолепная архитектура Посреди торчащих Из воды обломков Внутри От незваных гостей Собор охраняется Легендарным Древним Драконоборцем Некогда великий герой Сразивший Мною росту драконов В войне Имя Орнштейна Давно забыто Но его деяния Все еще сильны В памяти людей Видимо, он отправился Сюда вместе с Гвинивер Который обязан был Охранять по приказу Повелителя Однако, Орнштейн ли это? Его доспехи Его копье Его кольцо Все указывает на это Но сила молнии Его давно покинула Теперь же его поглотила тьма Как некогда Его друга и соратника Арториаса Кем бы ни было Это существо Это точно не Орнштейн Подступы к собору Охраняет красная виверна От цикла к циклу Эти существа Все так же опасны Странное место Ей было выбрано Для жилья Ответ кроется В огненной башне Хейда Ее охраняет Драконий наездник Никогда они Использовались Вендриком Как воздушные войска Способные преодолеть Любые наземные преграды Они приручили Красных виверна И овладели искусством Управлениями в полете Теперь же Когда войска Вендрика Давно превратились В полунижить Драконий наездников Постигла та же судьба Неизвестно Зачем он прилетел В Хейд И что пытался найти Среди руин Важно лишь то Что сейчас этот всадник Встал на пути нежити В забытую крепость На пути к великой душе А значит Эту преграду Необходимо преодолеть Драконий всадники Мастера военного дела Однако внутри маяка Его возможности ограничены Здесь он не в своей стихии А значит Лишь вопрос времени Когда нежить одолеет его И продолжит свой бесконечный путь Через старые тоннели То немногое Что осталось от Хейда Можно пройти К безлюдной пристани Название закрепилось За ней уже после того Как проклятие Пришло в мир Когда-то это был Небольшой городок Ставший пристанищем Для наемных мореплавателей Их называли варангианцами И всегда старались избегать Такие наемники Наводили ужас на моряков И прибрежные поселения Свою суровость Они оправдывали тем Что там В неизведанных землях Нашли себе Обители множества Очень опасных существ Возможно Когда-то Этот огромный грот Был тайным местом Сокрытым от взглядов короля Источником контрабанды Возможно Это был действующий порт Когда нежить Заполонил Дранглейк Вендрик приказал Ловить ее Возить на кораблях В забытую крепость Он хорошо платил за это Варангианцам Поэтому поселение Внутри грота разрослось Корабли приходили И уходили До верху набитой Опустошенной нежитью Но конец этого места Был таким же Каким был конец Любого города Или крепости Те, кто раньше ловили И пленили нежить Сами стали нежитью Когда новая партия Была готова Кораблю подавался Специальный сигнал Для охраны И перевозки полых Было создано Специальное существо Прозванное Гибким часовым Это искусственно Созданная тварь Вероятно Одной из множеств Створений Лорда Алдии Сложно сказать Следствие ли это Неудачного эксперимента Или именно таким Он и задумывался Но в любом случае Часовой выполнял Приказ и карал Любого, кто решит Без разрешения Забраться на корабль Или же Выбраться с него Ему нет дела До того Какие цели Преследуют очередной полой Единственное Что его волнует Это охрана судна И его груза Даже сейчас Когда пристань опустела Он и по сей день Стоит на страже А значит Что его необходимо Сразить Чтобы прибыть Наконец В забытую крепость Никогда забытая крепость Стояла на земле Бывшего королевства Вен Неподалеку от башни луны Скорее всего Она была построена Еще до становления Вен Ведь целью ее существования Было пленение нежити Старый железный король Использовал это место По тому же назначению В качестве обширной тюрьмы Для полых Возведя вокруг бастиона Много роста Дополнительных тюремных камер Полые томились здесь Терпя пытки стражников И охотников нанижить Многих заключенных Загоняли собаками Сами же стражи Также стали жертвами Этого места Их тела забинтованы Вероятно скрывая Обехисленные ожоги Скорее всего Они попытались Обуздать силу Пермантического пламени По приказу короля Что им в итоге Все же удалось Хотя и высокой ценой Сбежать отсюда Было невозможно Не только потому Что вокруг океан Страшнее тюремщиков И охотников Были те Кого прозвали Стражами бастиона А позже Стражами руин Тех самых В которых превратилась Крепость Стражи руин Это всего лишь Пустые доспехи Оживленные силой души Заключенные внутри них Их было трое Именовались они Олесия Ричи И Ехим Учитывая то Что это не живые существа А скорее всего Это имена Тех кто их создал Либо же тех Кто принимал участие В их создании Ведь далеко не каждому Дано оживить доспех В то время Это умел делать Лишь железный король Однажды Прослышав об одной Почти утраченной легенде Про город за стеной Он послал туда Большой отряд Своих лучших рыцарей Одетых в мощный доспех Выкованный специально для них Целью их похода Стало нахождение Темной души В мифически легендарном Закольцованном городе Однако отряд Не справился С судьей гигантом И был вынужден Присягнуть ему на верность С тех пор По воле железного короля Рыцари вошли в легенды А подобные доспехи Он использовал Для создания големов Возможно Олесия Ричи И Ехим Были предводителями Того отряда Что не вернулся Если так То король Явно дорожил ими Как полководцами Возможно Поэтому он решил Увековечить легенду Создав по их подобию Стражей Ныне же Эти существа Охраняет проход К холму грешников Забытой крепости Дорогу к заключенному Гораздо более опасному Чем любой полый Холм грешников Тоже использовался В качестве тюрьмы Но там обитало Помимо всего Нечто куда более опасное И великое Забытая грешница Если судить По архитектуре тюрьмы То можно прийти К выводу Что она скорее всего Была пристроена К крепости Позже остальных камер Дорогу к ней Охраняют горгульи Из вечной стражи Цивилизации Приходят и уходят Мир меняется Но кое-что Остается неизменным Например то Что горгульи Это одно из лучших решений Если что-то Нужно поместить Под охрану Особенно Если это что-то Беспомощное заключенное Но сейчас Они не самые опасные На поступах К главной тюрьме Есть вероятность Что Виндрик Знал о существовании Этой пленницы Возможно даже Что это создание Было одним из Четырех великих Кого он победил Однако Если бы это было так То ее душа Должна была Перейти к королю Вместо этого Душа грешницы Все еще при ней Но определенно Виндрик не мог не знать Кто заперт В этих местах Здесь обитает Еще один гибкий Часовой Присматривающий За заключенными И по слухам Здесь также Можно встретить Следы других существ Ставших неудачными Экспериментами Алдии Будучи в непосредственной Близости от камеры Забытой грешницы Брат короля Не мог не знать О ее существовании А значит Знал и Виндрик Возможно Алдия хотел Использовать ее Для своих экспериментов Но в таком случае Ему не удалось Ее победить Вокруг этого Заключенного Ходит много слухов Некоторые всерьез Считают Что запертая В камере Под охраной Пиробантов Грешница Это воплощение Древней богини жизни Ведьмы из Азолита Породившей хаос И именно этим Согрешившей Против мира Однако Близость к пламени И наследование Великой души Это все Что их роднит За железной маской Сокрыто Совсем другое Существо Так же Дерзнувшее Повелевать пламенем Как когда-то Это сделала ведьма Видимо Грешница В качестве носителя Великой души Вендрику Была не нужна Ведь на момент Нашествия проклятия Он был уже Достаточно могущественным Однако Придумывая свой план Он не мог Не учесть то Что она станет Очередной ступенью К его исполнению Той что Должна будет пасть От руки носителя проклятия Ротонда Старый каменный механизм Он построен Для того Чтобы разделять Два пути Его возвели Еще в прошлых циклах Чтобы разграничить Владение королевств Алкин и Вен Пока открыт один путь Закрыт другой Видимо Настолько сильно Они не переносили Друг друга Теперь же Вместо Вена Дорога ведет В Хейт И забытую крепость В то же время Дорога Что когда-то вела В Алкин Теперь ведет В ручу охотника Когда нежить Начала наводить Ужас на земли Железного короля Вон принялся Сгонять ее сюда В большой лесной массив Было построено Множество клеток И даже возведен Великий кровавый колизей Названной Чистилищем Нежити Здесь ее пытали Всеми возможными способами Удовлетворяя Свою мерзкую натуру Ее пленили Забивали до смерти Сжигали заживо Множество существ Было призвано в рощу Чтобы охотиться На беззащитных полах В самом же колизее По кругу без остановок Ездила колесница Разрывая плоть заключенных Своими шипованными колесами Не имея возможности умереть Но чувствуя боль Полые страдали бесконечно До тех пор Пока их тюремщиков Не постигла та же участь Сейчас роща охотника Это заброшенное И опасное место Куда не ходят обычные люди Изредка По особым поручениям Вендрика и Леалди Сюда могли входить Хорошо вооруженные Отряды рыцарей В остальное же время Эта зона была запретной Уцелевшая особняк И колизей Как и их окрестности До сих пор заполнены Огромным количеством нежити Как той на которой Охотились Так и теми Кто охотился Старые ржавые клетки Все еще стоят На тех же местах Но уже давно Потеряли всякий смысл Некому уже следить За беглецами Все они слоняются По лесу Без какой-либо цели Точно так же Бесцельно По роще бродят И те Кто когда-то Служили палачами Для полых Глядя на их инструменты Можно только представить Какие ужасы Испытывали на себе полые Некоторые из палачей Кто был наиболее силен Еще помнят свою задачу Но в основном Бывшие охотники Уже ничем не отличаются От своих жертв Проклятие стерло Различие между ними В кровавом колизее Все так же по кругу Носится колесница палача Концентрированное злобо И презрение Смешанное с болью От пыток Воплотились в форму Ужасного безумного коня Та боли безысходной Что испытывали заключенные При столкновении с ней Свели палача с ума В итоге он Как и любой другой человек Потерял остатки Своей темной души И стал полом А лошадь же впитала Его жажду крови И всю боль и злобу Царившей в колизее Палач все еще помнит Что его задача Наносить как можно больше Страданий плененным Здесь полом Но едва ли он Теперь знает о том Что он не управляет колесницей Колесница обрела Собственное сознание И ведома лишь кровавой яростью Бесконечно носясь по кругу И сбивая проклятых А возможно Палач никогда ей не управлял Лишь повинуясь ей Набилие боли и насилия Привлекло в колизей Братство крови Это строение стало для них Тем же чем Лазурный собор Для синих стражей Домом и местом Для бесконечных сражений Во имя Наральмы Бога крови Помимо них Роща привлекла И других опасных существ Она кишит скелетами А если где-то есть скелеты То есть и некромант Их поднимающий Нежить даже полая Бессмертна Однако процесс распада Плоти неостановим И раньше или позже В итоге она полностью Истлевает Однако при помощи Особых запретных умений Можно оживить Мёртвые кости Чем и занимаются Некроманты В своё время Это считалось ересью Если не делалось Благословение Повелителя мёртвых Возможно Именно поэтому Некроманты И убежали Так далеко от взора Его последователей Возможно даже Что когда-то Железный король Официально разрешил им Заниматься этим ремеслом В Колизее На кровавом пути Колесницы В безопасной зоне Расположились некроманты Без конца Поднимающие Павших уже скелетов Чтобы те Даже после Казалось бы Окончательной смерти Продолжили страдать От роще вверх Через тяжёлый Железный мост Дорога тянется К водопаду Под которым Нашли своё Пристанище Повелители скелетов Когда-то Это были люди Следящие за рощей Охотника За тем Чтобы страдания Нежити Не прекращались Никогда Кротескная пародия На королей Этого богового места С позволения Истинного монарха Возможно Они также Обладали навыками Некромантий А возможно К их преображению Были причастны Другие некроманты Как раз Один из них Находится неподалёку И всё ещё Следит за дорогой К своим повелителям Ныне Эти существа Три могучих Нежити колдуна В окружении Бесчисленного Множества скелетов Которых Они поднимали Без конца Глядя на количество Человеческих Останков Можно только Ужаснуться Сколько же Полох Было замучено Ими до смерти Но теперь Повелители скелетов Стали на пути К владениям Железного короля На пути Уносителя проклятия Того Кого им не удастся Пленить так же Как остальных И присоединить К своей армии Сколь бы они Не были сильны Но идущего Владения короля Сильнее Участь повелителей Предрешена Старый король Владел землями Крайне богатыми Железом Оно стало признаком Его власти И во многом Ее же источником Поэтому здесь Был установлен Механизм Опускающий Огромный Железный мост Ведущий в место Прозванное сегодня Долиной Жатвы Несмотря на название К Жатве Оно не имело Никакого отношения Если на этой земле Что-то и росло Когда-то То все это Было истреблено Неподалеку Старый король Обнаружил Наиболее богатый Источник железа С тех пор Следуя его Неуемной жажде Механизмы Построенные По его приказу Выкачивали Ресурсы земли Без остатка Опустошенную землю На многие километры Покрывал пепел Исплавилен Долина Жатвы Также разделила Эту участь Истощив ее Король двинулся дальше Оставив пустошь Однако на этом Страдания земли Не закончились Еще до того Как Железный король Зашел на трон В этих землях Жила женщина Одна из принцесс Алкина По имени Мита Тайно влюбленная В тогда еще принца Впоследствии Она стала его Законной женой Женой Старого Железного Короля Говорят, она была Достаточно красива И богата А главное Милосердна И справедлива К своему народу Однако в итоге Король предпочел Ей другую В конечном счете Она продолжила Править этим местом Из земляного пика Своего огромного замка Но с тех же пор Мита в отчаянной злобе Начала искать Всевозможные способы Стать еще красивее Чтобы вернуть Своего возлюбленного Она решила Что именно яд Накопившийся В недрах долины Из-за действий короля Станет ответом На ее вопросы Земляной пик Был переделан Систему огромных мельниц Без конца Выкачивающих яд На поверхности И закачивающих его В покой королевы С ее помощью Она действительно Обрела вечную молодость Однако яд И злоба Преобразили ее До неузнаваемости Она превратилась В безобразное существо Похожее на змею В истерике Она начала обезглавливать Стражей Пика Которые посмели взглянуть В ее изуродованное лицо И оставшись в одиночестве Она подняла их В виде безголовых марионеток Тайна создания которых Была известна Бывшим правителям Алкина Которым Митой принадлежала Ходят слухи Будто она настолько Возненавидела Своего родства Что обезглавила Сама себя Но это не норовало Ей избавление от страданий Поднявшийся из земли Яд окончательно Убил окрестные земли И их обитателей По неизвестному Стечению обстоятельств Единственным в округе Местом Неотравленным ядом Местом Где все еще теплится жизнь Стал алтарь Наследников Солнца Года идут Цивилизации сменяют Друг друга Но память о старых героях Приходящих на помощь В беде Все еще жива В людях Как жива память О забытом Боге войны Истинном наследнике Солнца Его статы По-прежнему разрушены Но его свет Все еще ярко горит В сердцах людей Говорят он По-прежнему Наблюдает за своими войнами Это тайное святилище Надежно защищено От обезумевшей Святой Королевы Возможно По призыву Самой Мита Возможно По воле случая В Долину Жатвы Пожаловали Пустынные волшебницы С Джуго Об их красоте Ходили легенды И возможно Мита решила С их помощью Раскрыть тайну Вечной красоты Пироманки Начали править бал В этих землях Став объектом Поклонения Для оставшейся нижити Путь к королеве Охраняет алчный демон Неизвестно Кем когда-то Являлось это существо Но факт в том Что он следовал За Митой Также движимый Благими намерениями Одним из самых Прекрасных чувств Любовью Неизвестно Кого именно он любил Возможно Саму Миту Но так или иначе Его изначальные намерения Исказились Под влиянием Падшей королевы В итоге Кем бы ни было Это существо Раньше Оно преобразилось В мерзкую тварь Зовущуюся Алчным демоном Он не несет в себе Скверный хаоса Однако теперь Его чувство любви Проявляется в обжорстве Он пожирает все Что любит В том числе Заблудшую нежить Становясь таким образом Стражем королевы Земляного пика Сама же Мита Все так же Мечется в злобе В своих покоях Ей давно Правит ненависть Ко всему живому И ничто более Ее не волнует Даже проклятие нежити В наполненной Ядом комнате Она ищет способ Вернуть Былую красоту В этой же комнате Ее поиском Придет конец По слухам Яд сделал ее Еще и бессмертной Однако Не неуязвимой Любовь Прекрасное чувство Но не каждый В этом обреченном мире Может владеть им Порой оно искажается Уродуя своих носителей Преращая их в безумцев Печальные последствия Алчности и злобы За покоями Миты Находится красивый Железный лифт Возможно Раньше он ввел На какую-нибудь Высотную смотровую площадку На вершине земляного пика С него Мита Могла смотреть На соседний замок В котором расположилась Ее любовь Так во всяком случае Было раньше До того момента Как начало гаснуть Пламя и пространство Со временем Деформировались Теперь же этот лифт Неведомым образом Ведет на порог Железной цитадели Резиденции Старого Короля Когда-то неуемная Алчность правителя Этого места Сыграла с ним Злую шутку Будучи владельцем Буквально Несчерпаемого Запаса руды Он в знак своей власти Повелел возвести Его личный замок Из чистого железа Практически без примеси камня Строение получилось поистине грандиозным На охрану цитадели Были поставлены Олонские рыцари Крайне сильные Ловкие солдаты Натренированные Лично легендарным Сэром Олоном Правой рукой Старого Короля Легенда гласит Что однажды Этот человек Пришел из ниоткуда И ушел в итоге В никуда Однако Момент его прихода Ознаменовал буквально Новое рождение Королевства И укрепление Влияния Железного Короля Именно тому времени Принадлежат Все величайшие Его достижения В том числе Открытие Придворным магом Эйгелом Возможность Оживлять Огонь И создавать С его помощью Големов В знак Высокого доверия Эйгелу Железный Король Повелел возвести По всему королевству Множество идолов Представлявших Из себя Голову Минотавра Именно этому Существу Поклонялся Эйгел Сделав его Олицетворением Живого Огня Апофеозом Его исследований Стал Демон Плавильни Никто из непосвященных Не мог точно сказать Был ли он создан Усилиями Пироманта И Короля Или же Томился здесь Долгое время Однако Именно с этого момента Что-то пошло не так Сэр Алон Покинул королевство И больше его Никто не видел А с ним ушла И уверенность Короля в своих деяниях Спустя недолгое время Созданный Голем Попросту уничтожил Короля После чего Железная Цитаталь Рухнула под тяжестью Своего веса в лаву В таком состоянии Она и находится По сей день Заброшенная И полузатопленная Расплавленным железом Оставшиеся Олонские рыцари По-прежнему Стоят на ее страже Их давно Поглотил огонь И все же Дух не покинул Доспехи Пожелав и дальше Охранять своего Повелителя Наряду с многочисленными Панцирными воинами Черепахами Однако Охранять Цитадель Уже не от кого Сюда практически Никто и никогда Не заходит И все же Судьба носителя Проклятия Привела его В эти покинутые места Навстречу с погибелью Короля Это необычное существо Едва ли похоже На демона Скорее Это железный голем Оживленный пламенем В этом Трудно не узнать Работу Эгела История повторяется Опять кто-то решил Что достаточно Могущественен Чтобы управлять пламенем И опять Итогом Такому решению Стала гибель Впрочем Если от ошибки Древней богини Пострадал весь мир То вследствие Ошибки Эгела Пострадало всего Лишь одно королевство Всего лишь Это могущественное Существо Заперто в своей Железной клетке Не способное Выбраться наружу Было бы хорошо Если бы он остался Навсегда и со временем Сгинул вместе С железной цитаделью Но только через его Комнату можно попасть К тому Что осталось От железного короля И иного способа Пройти дальше нет Посреди плавилен Находится вход В старую башню солнца На вершине которой Расположен колокол Вен Память о двух улюбленных Которые по-прежнему Охраняют обезумевшие существа По слухам Когда-то Железная цитадель Была поистине Грандиозным строением Огромным и красивым Она и сейчас впечатляет Даже в таком виде Однако Это лишь тень ее Было у величия Увы И с гибелью короля Большая ее часть Утонула в невесть Откуда взявшейся лаве Так однажды Утонул великий город Изолит Игры с огнем Никогда не доводят до добра Старый король Погрузившись В расплавленное железо Преобразился Став страшным монстром С виду напоминающим Демона Его прежняя личность Перестала существовать Но великая душа Так до сих пор Находится в этом Преображенном теле Она стала одержима Чем-то Что находилась внизу Тем, что соединилась С его душой Превратив его В безобразную тварь Старый железный король Был могучим Но недальновидным Правителем Уважавшим лишь силу Неуемная жажда власти Погубила его Ознаменовав этим Падение целой цивилизации И завершение цикла И сейчас Эхо тех событий Нависло над нежитью Идущей через руины Цитадели Былой величие Стало лишь очередной ступенью К восхождению Нового короля Шагом на пути К заветной цели Победить проклятие Проделан уже долгий путь Но до конца еще далеко Дорога ведет проклятого В новые места Туда, где все еще Сильно влияние Великих душ На небольшом удалении От Манжулы Горит костяной костер Названный Старым Акелларом Трудно сказать Что это означает Возможно Когда-то здесь стоял город С таким названием Сейчас на этом месте Лишь заброшенная Фортификация Дорога от которой Ведет к разрушенной Ныне развилке От нее открываются Три пути К замку Дранглейк К цитадели Алдии И в Туманный лес Согласно легенде Много веков назад В этом лесу Бушевала кровопролитная война Из которой Никто не вышел победителем Возможно Это была война Алкина и Вена А возможно Здесь прошлась Армия Фороса Во главе с вождем Венгарлом Уже не осталось Никого Кто помнил бы Об этом инциденте Почти все солдаты С обеих сторон Были убиты Но не сумели Обрести здесь покой По сей день Они непрекаянно Ходят по лесу Храняя его От незваных гостей Их называют Стражами леса Бестелесными воинами На его защите Некоторые даже Полагают Что это затерявшийся В веках Члены забытого клана Белый туман Окутавшиеся Все окружающиеся Пространство Перекрывшие Выход из руин Скорпион Нашка Отголосок Древних времен Давным-давно Ища путь к бессмертию Бледный дракон Предатель Создал множество Необычных существ Большинство из которых Стали попросту Неудачными экспериментами Однако Этим экспериментом Удалось пережить Своего создателя Нашка Одна из них Неизвестно Кем она была Раньше Скорее всего Обычным человеком Или же Представителем Другой расы Это не важно Видимо Ее захватили Вместе с семьей И преобразовали В помощь Скорпиона и человека На семью указывает то Что помимо Нашки В руинах старой крепости Можно встретить Ее мужа Полускорпиона Тарка Он по-прежнему Не потерял рассудок И помнит Кто их создал По словам Тарка Со смертью их создателя Разум его жены Начал слабеть А безумная ярость Крепчать Сейчас Спустя столько лет Она окончательно Превратилась В безумное создание Ненавидящая жизнь Будучи творением Отца Чарона Также владеет Могущественным волшебством Что делает ее Крайне опасным Противником Желая даровать Своей жене покой Тарк с радостью Поможет носителю Проклятия Победить Нашку Что же Для Сита Не впервые было Захватывать людей Целыми семьями Но даже в таком виде Их любовь Пережила многие века И все же Финал ее Весьма печален Таков этот мир Здесь Концом всему Всегда являются Смерть и забвение По каменной тропе Выложенный народом гирмов Мимо их старого города Нежить попадает В бухту Брайстоун Селдора Когда-то это было Бедное, но обширное поселение Которым управлял Граф Целдора Но однажды Жителями этих мест Под землей Случайно были найдены Могущественные кристаллы Излучающие магию Они были названы Пламенными камнями И в итоге Стали очень дорогой находкой Все крестьяне Были отправлены В шахты На добычу этих кристаллов И благодаря этому Вскоре Граф разбогател Бухта Брайстоун Стала очень прибыльным местом И чтобы вековечить себя Граф повелел Изменить ее название Прибавив к нему Своё имя Сложно сказать Власть ли его развратила Или он всегда таким был По слухам Он был весьма эксцентричным И жестоким человеком Помешанным на пауках Даже в одном из храмов Целдоре Можно повсюду обнаружить Фрески и барельефы с пауками Однажды шахтерами Была обнаружена Некая окаменелость Которая позже Оказалась лишь Маленькой частью Огромного тела Присносущего дракона В попытке раскопать его Шахтеры наткнулись На пауков Хлынувших из проделанных Отверстий Герцог был счастлив Он так любил Этих создания Что без колебаний Смотрел Как вырывающиеся Наружу пауки Сжирают заживо Его работников И заражают их личинками Чужие жизни Графа не волновали Он заперся в своих покоях Вместе с любимицей Одним из мерзких пауков Которого назвал Фрей Бедствия Брайстон Целдоры Его не коснулись Зато коснулись Всех остальных За считанные дни Довольно большой город Опустел Превратившись в рассадник пауков По сей день Живущих на руинах Целдоры В свое время Многих волшебников Привлекли слухи О месте Наполненном силой чары И таинственными кристаллами Они явились в город Дабы получше их изучить Одним из них Стал странствующий темный маг В необычном устрашающем наряде Когда началось нашествие пауков Он и другие испуганные жители Целдоры Заперлись в местном храме Однако Не желая защищать простых крестьян Маг высосал из них жизнь При помощи темного таинства И заставил прихожан и священников Сражаться на своей стороне Против пауков Судя по всему Пауки так и не сумели Проникнуть в храм Темный маг И прихожане Давно потерявшие человечность Так и стоят в церкви В ожидании нападения Очередное препятствие На пути к цели Как ни странно Многим волшебникам Удалось выжить при нашествии пауков Возможно Многие из них пришли уже после На руины Но и они в итоге Утратили человечность Став полами Та же судьба ждала Всех выживших крестьян и шахтеров Некоторые из них По-прежнему бессмысленно Долбят кирками камень Добывая кристаллы Прежние инстинкты Это все, что от них осталось Посреди множества полых Вольготно себя чувствуют пауки Опустошенная нежить Стала прекрасным носителем И щитом для этих созданий Образовав мерзкий гибрид паука и человека Путь к раскопкам Ожидаемо заполнен Множеством пауков Служащих своей королеве Фрейя Любимица герцога Целдоры Давно сбежала от хозяина Волею судьбы Именно она стала носителем Великой души Той ее части Что когда-то принадлежала Бледному дракону Видимо, эта душа Изначально таилась В этих местах Влияя на земли Именно поэтому Здесь появились кристаллы В свое время Росшие только в гроте сита Она же привлекла в город Множество чародеев Почуявших мощный источник магии Это удивительно Но душа Фрейи Живет не внутри нее А отдельно Под охраной ее слуг Получив Великую душу Фрейя стала Очень могущественным И опасным существом Она поселилась в пещере В которой когда-то Был найден дракон Но не подвешенный на паутине Будто бы в насмешку Над его волой мощью Именно там она примет Бой с нежитью Пришедшей за ее Великой душой Сам же граф Давным-давно стал полом Слабое и бессмысленное создание Ничего кроме жалости И презрения не вызывающее Возможно в своем безумии Он настолько любил Фрейи Что сама лично Удал ей собственную душу Наделив ее огромной силой Когда-то он наблюдал С упоением Как пауки Разрывают население Целдоры Не исключено Что его безумное увлечение Пауками зашло Настолько далеко Что даже опустошение Не стало для него Причиной отказаться От передачи души Древнего бледного дракона Подобное могущество Позволило Фрейи Управлять своими сородичами Без ее управления Они лишь в страхе Разбегаются перед могучими героями Это приводит к выводу Что именно Фрейза Получив переродившуюся душу Ситас Командовала паукам Напасть над Целдору Вероятно Граф предвидел это Но только он До погружения в безумие Не интересовался чужими жизнями Разумеется Не начал и после Он по-прежнему Бродит по своим покоям Опустошенный и потерянный Перед проклятием нежити Все равны Герцоги И крестьяне Дранглейк в свой золотой век Был богатейшим королевством цикла Однако это вовсе не значит Что в нем не было нищеты Когда в мир явилось проклятие Вероятно Нищие первыми подверглись гонениям Старый железный король Никогда сгонял нежить в рощу Где на нее охотились Как на дичь Пытали и стязали Во времена Вендрика Первых полых ждала иная судьба Но трудно сказать Была ли она лучше Сначала по приказу короля Полух увозили на корабля В забытую крепость Когда их стало слишком много А работа безлюдной пристани Была затруднена Из-за появления нежити В рядах наемников Полух граждан начали Выгонять глубоко под землю В Маджуле есть глубокий колодец Вероятно раньше Он был на окраине поселения Сейчас же он находится В самом ее центре Огромная дыра Ведущая в древний склеп Называемый могилой святых Именно туда начали сбрасывать Полу нежить Со временем она обосновалась В пещерах глубоко под Маджулой В месте, которое другие Брезгливо называли Помойкой Это была истинная правда Название верно отразило суть Это действительно помойка Огромная мусорная свалка И по совместительству Пристанище для обездоленных Потерявших человечность Или вставших на грани ее потери Пройдя во тьме этого места Можно заметить, что Полой пытались обустроить Помойку как дом Тут и там видны предметы Скудного быта этих существ Каждый выживает как может Даже в таких тяжелых условиях Помойка Очень опасное место Во тьме здесь притаилось Немало разных созданий Людоеды, охотящиеся за полами Даже за пределами своего мира Сваляные присоски Ядовитые насекомые В недрах помойки Можно даже встретить Потерянного рыцаря Хейда Но чаще всего Забрезшие сюда По глупости путники Натыкаются на гонщих псов Они очередной Неудачный эксперимент Лорда Алдии В попытках воссоздать дракона Именно по этой причине Эти существа Очень отдаленно напоминают Тех древних созданий Как и многие другие Опыты Алдии Этот провалился И от гонщих Было решено избавиться Часть была заперта В самой цитателе Алдии Остальные же Выкинуты во тьму помойки Дабы еще больше Усложнять существование Полоха И гарантировать Что никто из них Точно не сможет Выбраться наружу В одной из прилежащих пещер Расположилась Королева едких муравьев Эти твари распространены В Джугуа В Дранглейке же существует Всего одна такая особь Вероятнее всего К ее появлению Также приложил руку Лорд Алдия После чего Выкинул ее буквально На помойку Когда та перестала Отвечать поставленным задачам Удивительно Но наверное Это единственный Обитатель этого места Не нападающий ни на кого Впрочем Тут и без тварей Хватает опасностей Всюду разбросаны статуи В которых Подобно сердцебиению Пульсирует яд А сами примитивные домики Возведены из непрочного материала На огромной высоте Над пропастью Лишь один неосторожный шаг В этой кромешной тьме Одна хрупкая дощечка И этот шаг Может стать последним На дне провала Вазами с едкой жидкостью Узаслонен проход В черную расселину Вероятно Это сделали жители Помойки Чтобы хоть как-то Защитить себя от яда Черная расселина Андреевня Система пещер Расположенных Очень глубоко Под Маджулой Здесь из земли Выходит настолько сильный яд Что своим зеленым свечением Освещает путь через тьму Каждый шаг тут опасен Помимо распространяющих яд статуи Тут в смоляных лужах Притаились твари Готовые выпрыгнуть На путника в любой момент Гигантские пещерные черви Как и всегда опасные Также прижились в этих местах В одной из самых глубоких пещер Притаились несколько гигантов Сбежавших под землю После поражения их короля Но никто из них не сравнится По силе со стражем этих мест Владельцем Великой Души Гниющий Безумное сплетение Из тел полок Соединившихся воедино Силой перерожденной души Повелителя мертвых Это квинтэссенция Всех изгнанных под землю Опустошенных Создание, которое с любовью Относится ко всем Несчастным обитателям Этих мест И принимающие любого Кто не сумел найти Приют на поверхности Подходя к нему Можно услышать плач Он страдает Ведь при всем его могуществе Ему боле находиться В таком состоянии Именно поэтому Он старается помочь Всем, кто пришел сюда с миром Но только вот носитель проклятия Пришел сюда не с миром Как и многие до него Если подойти ближе Можно увидеть Как он пытается Починить одну из статуй И приходит в ярость Когда у него это не получается Судя по всему Построил их негниющий Однако нет сомнения Что именно он Расставил их На подходе к своему логову Чтобы создать препятствие Тем, кто охотится За его душой Если он погибнет Кто же тогда будет ухаживать За множеством обездоленных Они больше никому не нужны Но и у носителя проклятия Нет выбора Гниющий должен пасть И стать в итоге Частью нечто большего Того, что спасет всех От проклятия Дело сделано Великие души Собраны воедино И сила собравшего их Уже не вызывает сомнений Теперь могущественная нежисть Достаточно подготовлена Для того, чтобы войти В замок короля Налево от развилки Через храм зимы Его путь пролегает К замку Дранглейк Королевской цитадели Это очень величественное сооружение Указывающее на Былое могущество Вендрика На поступах к ней Стоят полые солдаты Сам же вход Охраняется Такими же полыми Мастодонтами Сильными воинами Подаренными Вендрику братом Сделанные на основе Человека Они также подверглись Проклятию Но не забыли Свои задачи Гигантские ворота В замке Открываются Только при помощи Особых механизмов Приводимых в движение Големами Вендрик хорошо Обезопасил В ход свою цитадель Только способный Наделять душой Неодушевленный Смог бы открыть дверь Но нежить Может обойти Это правило Сейчас Когда проклятие Сильно Перед самым Тронным залом Нежить встретит Ере заметного духа Когда-то он был Канцлером Виллагером Приближенным Слугой короля Вендрика Которого верность Даже после гибели Заставила продолжать Служить своему повелителю Он по-прежнему Помнит времена Когда началась Война с гигантами Мрак и тишина Этого места Создает гнетущую атмосферу Ощущение Что для этого мира Уже все потеряно С тех пор Как победитель Покинул свой трон Вместо него Идущую путем Пророчества нежить Здесь встретят Охотники Преследующие ее Куда бы она ни пошла Во тьме Почти неосвещаемых Коридоров Есть запертые двери За которыми Ждут своего часа Стражи руин Видимо Они были привезены Сюда Вендриком Как и многое другое Использя свое могущество Он собрал в замке Множество артефактов Был их цивилизаций Статуи Оружия Приспособлений Так же Как это делал до него Старый железный король Лишь одна из этих дверей Ведет выше К местам Доступным только Членам королевской семьи Приближенным к ней Открыть эти двери Сможет лишь сам король Или же Могущественный полый На вершине замка Можно встретить Саму королеву Нашандру Она не покинула Эти места В ожидании того Кто проследует За Вендриком Согласно их великому плану Нашандра с радостью поделится спутником всей необходимой информации Наставив нежить на нужный путь Необходимо найти ее мужа Короля этих земель Когда-то попытки спрятать трон желания Тьмы Вон спустился глубоко под замок Теперь же Носителю проклятия Необходимо проследовать за ним В храм Аманы Сама же Нашандра Вероятно уже неоднократно Пыталась пойти за ним Однако не смогла преодолеть Даже первый рубеж защиты Зеркального рыцаря Все что ей удалось Это пленить одну из мельфониту Но для нее это было бесполезно Без нежити было не обойтись Отпокоив Нашандры Путь ведет к сокровищнице короля Она по-прежнему полна золота Но оно давно уже потеряло свою ценность Лишь души и человечность Имеют сейчас цену Сокровищница охраняет Два драконих наездника Однако же неизвестно Действительно ли они стоят на страже Или же просто попытались разграбить ее Через сокровищницу можно пройти В секретную комнату За которой скрыт путь к храму Аманы Охраняемой особыми големами Каменными рыцарями Когда-то они служили Вильстаду Правой руки короля Но когда тот ушел с Вендриком Они остались на постах В ожидании своего командира По легенде они так долго ждали Что превратились в камень Впрочем, это не сделало их Менее опасными противниками Но гораздо более опасен тот Кто охраняет дорогу В королевский проход Каждый, кто желал стать членом Личной королевской гвардии Должен был одолеть Могучего зеркального рыцаря В случае поражения Претендент становился пленником его щита Поэтому в гвардию попадали лишь лучшие Трудно сказать, был ли этот рыцарь хоть когда-нибудь человеком Или же это просто живые доспехи В конечном итоге это не так уж важно Когда-то королевским проходом Пользовались в качестве испытания мужества и силы И зеркальный рыцарь был частью этого испытания Теперь же он стоит на страже этого прохода Готовый защищать его ценой своей жизни В ожидании возвращения повелителя Короля, который уже никогда не вернется Его доспехи и оружие, вероятнее всего, сделаны лично лордом Алдии Во всяком случае, щит точной его работы Это большое зеркало, являющееся порталом И одновременно тюрьмой для тех, кто не смог одолеть рыцаря Во время сражений он волен выпускать этих пленников Зеркальных оруженосцев, чтобы те помогли ему в бою И враги, и союзники Вендрика как один боялись зеркального рыцаря Но сейчас, когда он стал преградой на пути к королю Он обрек себя на поражение Раньше или позже найдется тот, у кого хватит сил удалить зеркального стража И пройти по стопам короля Полы, которые в течение долгого времени жили в воде Постепенно мутировали, превратившись в то, что называют водными ящерами Причиной тому послужила порча бездны Тронутой тьмой они превратились в охотников Наводнивших полузатопленный храм Аманы Древние руины всеми забытого места Но по совместительству этот храм стал также пристанищем для Мельфониту Еще на заре времен они были созданы повелителем смерти, чтобы своей песней даровать покой мертвым и успокаивать тьму Пока они поют, маленькие светлячки танцуют над порождениями бездны, усыпляя их Нашандра никогда бы не смогла преодолеть этот барьер Являясь тьмой в чистом виде, она была бы усыплена пением, и это стало частью плана Виндрика Когда-то давно старое существо пристрастилось ко вкусу человеческой плоти, и поэтому было заперто здесь, в храме Аманы Это было так давно, что уже и не вспомнить, еще задолго до Дранглейка, а возможно и до прихода старого Железного Короля При помощи особых ритуалов здесь удерживали того, кто был назван демоном песни Род жрица Аманы должен был охранять его тюрьму и сдерживать его силу Однако традиция была нарушена, а род давно прервался вместе с существованием той цивилизации, и демону удалось сбежать Только потом на руинах храма Аманы нашли свое пристанище Мельфониту, успокаивающее темных созданий своим пением Однако то существо не было порождением тьмы, и сама он научилась подражать их пению Приманивая таким образом неосторожных путников в этом богами забытом месте Посреди утонувших водах мрачного грота руин нашли свое пристанище и члены секты Архидракона Когда-то они поклонялись великому дракону Сину в вечном святилище города Шульва Однако со временем в рядах клириков зародился раскол В члены секты брали только тех, кто был достаточно умен и силен Самых числавных и лицемерных Тех, кто не брезгал использовать запрещенные чары и несерьезно относился к общей вере Возможно Цели секты Архидракона, как и ее обряды, были известны лишь малому кругу посвященных Единственное, что знали окружающие, так это то, что они отринули их веру За это культисты были изгнаны из Шульвы Спустя века их потомки, или как минимум часть из них, оказалась в землях Дранглейка Весьма сомнительно, что без позволения короля они смогли бы поселиться так близко к его замку Даже несмотря на то, что культисты Архидракона доставляли множество проблем регулярной армии, едва ли они осмелились бы идти против сильнейшего короля мира Видимо, спустя долгое время они заключили сделку с Фендриком Тот позволил им остаться в старом утонувшем храме Взамен они встали на охрану оставшихся Мельфониту, необходимых для плана короля Более того, им было велено охранять некую дверь, за которой Вендрик тайно спрятал свою могущественную душу, чтобы даже в случае провала его плана она не досталась на Шандре Для её охрану он выставил их дополнительную защиту в виде драконьего наездника И даже сейчас, когда все культисты давно потеряли человечность, они помнят о своей задаче и ревностно стерегут руины храма Аманы Но Вендрик знал, что однажды должен прийти тот, кто одолеет их Он знал, что культисты его не остановят, как и демон песни, охраняющий проход в склеп Он рассчитывал на это Его план был всё ближе к завершению, как и план на Шандры Носителю проклятия оставалось совсем недолго до того, чтобы стать королём Когда-то, во времена рассвета Дранглейка, этот величественный склеп был построен для того, чтобы стать последним пристанищем умерших Времена изменились Теперь это склеп нежити, место, где даже мёртвые не могут найти покой Но как Мельфа Нита присматривает за порождениями тьмы, даруя ему спокоение, так и Стража Могил присматривает за мёртвыми И Мимфи Ниту Как и Поющие Дивы, они были созданы бесчисленные множество веков назад лордом Ниту, повелителем смерти Их работа заключается в заботе о мёртвых А Гдейн один из таких хранителей Он, как и все, следит, чтобы мёртвые не проснулись, одинаково заботясь как о нищих, так и о королях День за днём, год за годом, в кромешной тьме Когда в мир пришло проклятие нежити, служители склепа, его простые работники подверглись опустошению Они по-прежнему работают во мраке склепа, но они не те, кого стоит опасаться Давным-давно рядом с Финиту обитали ведьмы-ледии Возможно, это название какой-то древней цивилизации, или же богини, которой они когда-то поклонялись Как бы то ни было, позже их вера изменилась Они стали молиться Галибу, богу болезни, исцеляя чужие раны Однако во тьме склепа, в их столь же тёмных сердцах, росло тщеславие Со временем они стали не только лечить, но и насылать болезни, что стало для них очень выгодным делом Вероятно, за это они были изгнаны Финиту, но не покинули пределы склепа, по-прежнему поклоняясь во мраке богу болезней И они не единственные, кто был изгнан Когда-то очень давно в склеп пришли маги, решившие захватить его для своих целей За такое святотатство они были прокляты Финиту и стали духами на страже склепа Их называют апостолами леди, и очевидно, что с ведьмами они имели общие корни Возможно, они были выходцами из одной страны Неважно, всё это в прошлом Теперь это лишь тени, охраняющие покой мёртвых от таких же дураков, какими когда-то были они сами Когда король понял, кем на самом деле является его супруга, он придумал план, как уберечь от неё пламя Он спустился глубоко в склеп нежити под охраной своих лучших рыцарей Где и остался в ожидании того, кто станет следующим королём В ожидании носителя проклятия На подступах к королевскому склепу можно встретить несколько рыцарей Сиана и драконьего всадника Они до сих пор охраняют покой повелителя, защищая его от непрушенных гостей Но главным стражем этого места стал самый верный воин Вендрика, рыцарь Вильстад, его правая рука Этот человек издавна был опорой королю во всём, не колеблясь поддерживал его во всех его начинаниях Когда пришла беда и король вынужден был покинуть трон, Вильстад проследовал за ним, понимая, какая судьба его ждёт Судьба вечного стража короля Долгие годы, возможно столетия, в ожидании того, кто однажды победит его и станет достойным пройти в королевский склеп Воля и вера Вильстад были настолько сильны, что за всё то долгое время, что он стоял на страже усыпальницы, он не стал полым Будучи человеком, он, как и другие, был подвержен проклятию Но его железная воля не дала ему потерять человечность Единственная задача его жизни, последняя воля короля, горела для него путеводным маяком, давая цель Цель, которая удерживает полого от опустошения Вокруг поста Вильстадда сияет яркий свет Необычное явление посреди мрака подземного могильника Это свет его непоколебимой веры Видя его, полые стражи перестают преследовать нежить, очевидно понимая, что они недостойны входить в этот свет А за спиной Вильстадда спуск в королевский склеп Место последнего покорения короля Некогда могущественнейший правитель этого цикла пришёл сюда, дабы остаться в этой тьме навеки Он знал, что скоро проклятие заберёт его, и он забудет обо всём Он надеялся, что его верный друг Вильстадд сделает всё необходимое Видимо, когда опустошение настигло Виндрика, Вильстадд снял с него доспехи и кольцо, положив их на видное место Он знал, что именно за кольцом придёт избравший путь короля Возможно, он посчитал, что если тот возьмёт, что требуется, он не станет нападать на то, что осталось от его повелителя Полый король непрекаяно ходит кругами по древней усыпальнице И будет ходить до тех пор, пока не обретёт покой Покой, который уже так близок Его план исполнился Носитель проклятия, могущественная нежить, пришла сюда и получила его кольцо А значит, что врата к трону желания скоро откроются Осталось совсем немного С массивными вратами, открыть которые может только носитель королевской печати, стоит цитадель Алдии, великого учёного Дранглейка, брата короля Алдию всегда увлекали исследованием, заставляя мало обращать внимание на происходящее вокруг Но когда пришло проклятие, он не смог остаться в стороне Все свои усилия и ресурсы он направил на исследование его природы И в результате его пришло к неутешительным выводам От проклятия нельзя избавиться Оно часть человеческой природы и в то же время следствие ошибки древнего бога Я уверен, что душа — это основа жизни itself Какое, которое живое, сентяное или нет, возможно, имеет Что мы называем «корс» — это связанное к душу Вы понимаете, что это означает? Чтобы быть живым Чтобы ходить на эту землю Это настоящая корс Но возможно были и другие ответы Ответы, которые мог дать лишь всеведущий, присносущий дракон Только вот, остался ли хотя бы один такой в мире? Алдию не знал Для него оставался лишь один выход — воссоздать это существо И он принялся проводить опыты Неудача следовала за неудачей И следствием их было рождение множества необразимых тварей, которых приходилось прятать от людских глаз Многие маги и ученые входили в Цитадель Алдии с целью обнаружить там новые знания и предложить свои взамен Никто из них не вернулся Возможно, они решили остаться и помочь великому ученому А возможно, они разделили участь материала для бесконечных экспериментов Лорд Алдия спешил, ведь он также боялся не успеть закончить работу, прежде чем проклятие поглотит его И когда оно уже было как никогда близко, Лорд Алдия пропал Его цитадель была запечатана лично королем и больше о великом ученом никто ничего не слышал Мало кто знал о том, что ему все же удалось воссоздать дракона Того, что поселился в драконьем храме, построенном, вероятно, членами драконьего культа И именно к этому дракону теперь направляется носитель проклятия с легкой подачей на шандры После исчезновения Алдии его цитадель не опустела в полном смысле этого слова Повсюду видны следы его деятельности Тела гигантов, из которых он, очевидно, вытягивал души Различные клетки с тварями, неудавшиеся эксперименты, бродячие по замку На входе нежить встречает огромный драконий скелет Трудно представить, где Алдия достал его, однако он это сделал По всему видно, что он пытался его оживить, и ему это удалось С этой тварью нужно быть осторожным, не ровен час, как она пробудится Впрочем, едва ли это создание можно назвать драконом Не более, чем гниющие трупы в древнем Лордране Здесь повсюду развешаны зеркала Те же, которые послужили прототипом для щита, дарованного зеркальному рыцарю В них по-прежнему томятся те, кто был заключен в неведомые измерения За проступки или же по неосторожности Неизвестно, связаны ли эти зеркала со щитом рыцаря напрямую Если так, то рыцарь, помимо всего, стал поставщиком охраны для цитадели Алдии В укромном месте на первом этаже за особой дверью до сих пор томится заключенный Тот, чья свобода будет слишком дорого стоить любому, кто решит проявить милосердие По цитадели, как ни в чем не бывало, расхаживают служители дракона Так называли тех ученых, что пришли сюда с желанием помочь в исследованиях Великие умы, корпевшие над созданием новых таинственных ритуалов По слухам, в процессе работы их сознание было подчинено чужой воле Ожесточенные и обезумевшие они по сей день продолжают свои уже никому не нужные эксперименты Не беря в расчет весь тот ужас, что приносят в мир На верхнем этаже цитадели есть проход Там за массивными дверями расположена огромная клетка, в которой заперт дракон-страж На самом деле это, конечно же, не дракон, а лишь красная виверна, над которой Алдия ставил эксперименты Она более сильна и вынослива, чем иные ее сородичи, но это все ее отличия Впрочем, этого вполне достаточно для охраны цитадели Слухи о том, что это место стережет дракон, отпугивали потенциальных грабителей А преувеличены они или нет, неважно Важно то, что это существо охраняет В дальнем конце цитадели Алдии под охраной его сторожевого дракона расположен лифт, который ведет наверх, в самую ввысь Вместо, прозванное немногими побывавшими здесь гнездом дракона Его трудно описать, это будто бы архипелаг из островков земли, возвышающихся на огромных колоннах естественного происхождения Видимо, географически это место находится севернее цитадели Алдии Но стоя в самом гнезде и глядя вдаль, невозможно разглядеть ни цитадель, ни другие земли Дранглейка Это место находится невообразимо высоко от земли Можно лишь еще раз подивиться превратностям жизни в мире с угасающим пламенем Пространство стало таким же нестабильным и неустойчивым, как и время, породив подобные аномалии Сравнительно небольшие на поверку, но огромные на деле островки земли связаны между собой системой хрупких деревянных мостиков Очевидно возведенных здесь членами драконьего культа Возможно, для них преодоление этой местности было сродни прохождению испытания По уже привычной иронии, в гнезде драконов нет ни одного дракона, как не было их и в Лордранской долине драконов Как и там, здесь обитают лишь их выродившиеся потомки – красные виверны В отличие от тени их виверн, красные намного крупнее и опаснее Они безраздельно правят этим местом, держа в страхе немногочисленных полах Возможно, тех, кто когда-то не прошел драконьего испытания Здесь на виверну никто не охотится, потому они повсюду, куда ни посмотри Воздух наполнен ими, напоминая забытые легенды о былых временах, когда драконы еще существовали Здесь повсюду можно встретить их яйца, некоторыми глупцами считающиеся драконями Виверны ревностно их охраняют и горе тому, кто решится их разбить Эти существа сделают все, чтобы преступник понес наказание Самый длинный и неустойчивый старый мост ведет к большому храму дракона Величественное строение, ставшее домом для неведомого создания Глядя на такое великолепие, даже не верится, что его возвели эти фанатики Однако храм не выглядит слишком уж старым Во всяком случае, он в очень хорошем состоянии Возможно, он строился не одним поколением драконопоклонников И, вероятно, также является наследием прошлых циклов, которая уцелела за долгие века В одном из зданий можно найти фреску, изображавшую поклонение спящему дракону в Шульве Существовавшей еще до Дранглейка, что снова отсылает к древним временам Сегодня же именно здесь нашел свое пристанище драконий культ Дранглейки Ковенант, названный реликвией дракона Они с радостью приветствуют любого, кто сумел добраться сюда Ведь для них это неоспоримые доказательства силы Но пришедшего в храм ждет последнее испытание Древние воины дракона все еще стоят на страже, пропуская лишь достойных Однако, нечно темные пытаются проникнуть в их сознание Помимо них, препятствием на пути посетителя станет рыцарь дракона, сильнейший воин Видимо, согласно их кодексу, лишь сильнейший достойно зреть их повелителя, великого пресносущего дракона Это огромное существо ожидает избранного в сердце храма Из его речи довольно трудно что-то понять, однако цель становится ясна Великий дракон дарует избранному артефакт сердца пепельного тумана Пропитанным магией древнего дракона, оно делает возможным вхождение и воспоминания давно умерших существ Когда-то давно люди преклонились перед бресносущими драконами, осознав их величие В своем служении этим существам они искали путь к бессмертию Цель любого дракона-поклонника самому стать драконом, всеведующим и бессмертным В бесконечных боях и медитациях они тренируют свое мастерство, становясь все более могущественными, а также собирают каменную драконию чешую Именно она делает дракона бессмертным, и возможно драконопоклонники верят, что она даст эту силу и им Время шло, сменялись бесчисленные множества поколений, а поклонение драконам так себя и не изжило Воистину эти существа настолько величественны, что всегда найдутся те, кто это признает Из цикла в цикл последователи дракона искали путь к бессмертию Дранглейх не стал в этом смысле исключением, однако Те, кто живут в этом храме, не истинные драконопоклонники В своих бесконечных сражениях друг с другом они давно забыли свою истинную цель, путь к бессмертию Никакой медитации и познания драконей мудрости, только бои и коллекционирование чешуи Помнят ли они еще, зачем она им нужна? Достойные последователи дракона награждались им артефактами, способными изменять саму сущность человека, приблизив их к этому существу Эти же люди довольствуются красивыми и сверкающими доспехами, сделанными из драконей чешуи Это поистине грандиозное творение с уникальными чарами, обладать им может только носитель артефакта, как и в обликом дракона Но это всего лишь рукотворное изделие Здесь нет и толики драконьей благодати, и тем более драконьих знаний Да и кто мог им дать эти знания? Если бы в этих краях за последние столетия появился хотя бы один истинный дракон, лорд Талди обязательно бы узнал об этом Ушон-то точно, но их здесь не было Не было того, кто наставит заблухших культистов на истинный путь То существо, которому они поклоняются как древнему дракону лишь подделкой, на деле младше даже их самих Это существо создано Алдей в попытке вернуть в мир присносущего дракона Для этого он использовал души гигантов и драконьей кости, но эксперимент провалился Это существо не было присносущим драконом Оно не обладало ни всезнанием, ни вечной жизнью Его слова путаны и неясно, человек ли не способен понять это могущественное существо Или же сам дракон не может общаться с человеком на понятном ему языке Все на что его хватило, это создание сердца пепельного тумана Могущественного артефакта, но такого ничтожного по сравнению с поставленной целью Драконов невозможно воскресить, потому что они находятся за пределами жизни и смерти Алдей слишком поздно понял это Все, что осталось королю Вендрику после исчезновения брата Это использовать очередной его неудавшийся эксперимент в своих целях Он знал, кому поклоняются жители храма И его расчеты оказались верны Они приняли эту подделку и преклонились пред ней Став достойной охраной тому, кто хранит при себе артефакт, необходимый будущему королю Так драконопоклонники стали лишь пешками, частью плана Вендрика В тайном месте храма спрятано окаменевшее яйцо Яйцо дракона Яйцо – это сосуд самой жизни Видимо, им невдомёк, что не может быть яиц у тех, кто не рождался и не умирал Подобные яйца – это действительно могучие и таинственные артефакты, способные удерживать в себе саму жизнь Так говорится в легендах Однако это яйцо давно окаменело, и не толики жизни в нём нет Лишь жалкая безделушка, за которую драконий и рыцарь готовы отдать что угодно Но при этом едва ли они заметят, если эта реликвия исчезнет из их храма Едва ли они даже заметят, если какой-нибудь герой убьёт объект их поклонения Потому что они давно забыли, кому и с какой целью служат Смыслом их жизни стали бесконечные сражения друг с другом Жалкое зрелище Лишь тот, кто обладает силой создавать големов, способен управлять ими Так как это умели делать гиганты Так как это делал Вендрик, забрав у них это знание Но как Вендрик сумел обрести такую способность, доступную лишь гигантам? Напав на них, он забрал кое-что Что-то, с чьей потерей они не захотели мириться Доподлинно неизвестно, что это за вещь и вещь ли это вообще Если лишь гигант способен обладать такой силой, значит необходимо то, что уподобит тебя гиганту И такая вещь существует Или же она была создана Вендриком на основе знаний, похищенных у гигантов Резонанс с гигантами Артефакт, способный подавляться его носителям этим созданием Ставить его существование на одну волну с ними Так носитель достаточно могущественной души обретал способность, доступную только гигантам И возможно именно с этим гиганты не смогли мириться Вероятно, с их точки зрения подобное является кощунством Их не столько заботило месть за принесённое Дранглейком разрушение, сколько то, что завоеватель теперь способен наподобляться им Именно поэтому гиганты напали на королевство и вели столь ужесточённую войну до последнего представителя их рода Резонанс с гигантами Но война давным-давно окончена и достать этот артефакт едва ли представляется возможным В обычных условиях Но не в мире, где пространство и время перестали что-то значить Не в мире, где даже воспоминания мёртвых обретают плоть В лесу павших гигантов лежит множество их тел, превратившихся в деревья Все они давно мертвы, однако сердце пепельного тумана позволит своему носителю войти в их утерянные воспоминания Во времена, когда война с гигантами была в самом разгаре Этот форпост был очень важным стратегическим объектом, который ни в коем случае нельзя было терять Люди несли тяжёлые потери, однако по слухам нашёлся герой, сразившийся с повелителем гигантов, лично командовавшим атакой и победившим его Никто не помнит имя этого героя, потому как его имя определится лишь в далёком будущем Сквозь пепельный туман придёт носитель проклятия и сразится с повелителем гигантов, положив конец этой многолетней войне А потом также растворится в пепельном тумане Потому что нельзя долго жить воспоминаниями Вот та причина, по которой последний гигант с такой яростью встретил проклятого в начале его пути Потому что это именно он сразил его и погубил весь его род, оставил гнить в этой тюрьме И именно он повторно украл резонанс с гигантами его народа Движимый свирепой яростью он готов разорвать себя на куски, лишь бы не дать этому существу дожить до того злополучного дня Однако, кольцо событий уже замкнуто Повелитель гигантов обречён У каждого короля есть свой трон В каждом цикле существует тот, кто достоин носить это звание Владелец могущественной души, жертвующей собой во благо мира Таким должен был стать Вендрик Но узнав, что по пятам за ним следует тьма, он отказался сделать последний шаг В надежде, что будущего претендента на трон хватит его сразить эту тьму Когда король сидит на троне, он видит то, что хочет видеть Видит мир таким, каким он должен стать А может быть, это сам трон показывает королю то, что хочет показать Каким бы увидел будущий мир Вендрик, этого уже никогда не узнать Выбор остался не за ним Пламя гаснет, и у самого горнила уже стоит тот, кто сможет возродить его И чего пожелает хозяин трона, ведомо лишь ему одному Вендрик прекрасно понимал, чего лишается Но он не мог, не имел права так рисковать Он слишком поздно раскусил планы сущностно Шандры Если есть король, то для него всегда найдётся королева Та, что порождена тьмой, та, что направит его Та, что попытается узурпировать пламя, создав мир, который желает видеть Вендрик не сумел бы совладать с этой тьмой Но он сумел уберечь пламя от неё до тех пор, пока не явится новый, достойный король Тот, что сразит тьму Носитель проклятия Трон желания Трон желания Очень точное название Он делает желаемое действительным Или же выдаёт действительное за желаемое Первородное пламя непостижимое и неуправляемо Те глупцы, что пытались приручить его, жестоко поплатились за это Ему нельзя приказать сделать мир таким, каким ты его видишь Это пламя через трон, как через посредника, показывает королю, каким будет новый мир Мир, который он возродит, принеся себя в жертву, как когда-то сделал первый повелитель пепла Возжечь пламя или дать ему угаснуть По своей сути, это два противоположных выбора, но результат будет всегда один Мир продолжит существовать в круговороте циклов огня и тьмы Нашандра прекрасно знала это Однако она видела в узурпации пламени альтернативу Вероятно, если могущественная душа присвоит себе силу первородного пламени То она сумеет переродить мир таким, каким она хочет его видеть И для королевы это означало приход долгожданной эры тьмы Но она ошиблась в расчётах И её незнание вполне оправдано Сколь бы могучим и мудрым ты ни был Первородное пламя и то, что лежит за его пределами Всегда будет оставаться загадкой Кресить о предании мира бездни Нашандра могла бесконечно Однако здесь, посреди покрытого пеплом тронного зала, её существование кончится Трон показывает королю то, что он должен видеть Новый мир, перерождённый спасённым пламенем Такой же порочный, как и раньше Замкнутый в рамках цикла огня и тьмы И с каждым разом всё более повреждённый и изуродованный Ничто не меняется Правда в том, что есть и иные пути Но для них пока ещё слишком рано Мир ещё не готов встретить закат эры огня